САМАРСКИЕ НОВОСТИ СПОРТА Нашла своего героя. Самарский гребец Илья Штоколов получит бронзовую медаль Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. 16 августа 2016 года спортсмен выступал в кануе-одиночке на тысячу метров. На финише самарец показал четвертый результат. Третье место тогда занял молдаванин Сергей Тарновский. Однако ВАДА уличила призера в употреблении допинга. В январе 2017 года Международная федерация гребли дисквалифицировала его на четыре года, лишив бронзовой олимпийской медали. Тарновский подал апелляцию в спортивный арбитражный суд и проиграл его. Теперь Международный олимпийский комитет вручит бронзовую медаль Олимпийских игр 2016 самарцу Илье Штоколову. Свои медали завоевали гандболистки Лады. Елена Михаиличенко, Маргарита Орлова, Ольга Щербак и Варвара Юрьева на международном турнире во Франции заработали серебро. Спортсменки выступали за молодежную сборную России. Команда участницы готовится к чемпионату Европы, который стартует в конце июля в славянском цели. После французского дерби россиянки отправились оттачивать мастерство на тренировочную базу «Горизонт» в Звенигороде. В Подмосковье пройдет заключительный этап подготовки к Евро-2017. Новый лыжный стадион построят в Самаре на базе учебно-спортивного центра «Чайка» в поселке Управленческий. На проектирование потратят почти 6 миллионов рублей из областной казны. Длина основной лыжевой роллерной трассы составит не менее 5,5 километров. Минимальная длина круга для спринта – 2000 метров. Независимо от времени года на них будут проводить соревнования и тренировки спортсменов всех возрастов и уровней подготовки, в том числе и паралимпийцев. Также планируются массовые катания. На стадионе установят мобильные трибуны, электронное табло, здание с раздевалками, судейскими комнатами и пресс-центр. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok